Шведская школьница Я вижу, что в жестокости в этом мире мы живем в трудном мире, где мы не замечаем друг друга, мы стараемся про друг друга рассказать что-то плохое, навестать какие-то нехорошие истории, поделиться с этими историями. Я хочу, чтобы мы в этом мире изменили эти истории. Для этого, для нас важно, чтобы наше общество строило мир, мир, в котором мы живем. Но чтобы построить этот мир, нам необходимо правильное образование наших девочек. Мы не даем возможности образования наших девочек. Это первое, мы не даем им критического мышления. Мы не даем им образование, чтобы они получали высшее образование. Мы лишаем их возможности, чтобы они боролись за свои права и отстаивали свои права. И, конечно же, мы их лишаем в воспитании будущего нашего поколения, где это очень важно. В первую очередь, я здесь вижу риск в том, что наши девушки, продвигая свои какие-либо инициативы, все больше и больше наши родители лишают молодых девочек получать образование. Получать образование мы видим из наших статданных, что многие девочки не заканчивают школу. И многие родители рады тому, что девочки получают только образование в определенных курсах. И этого, я считаю, недостаточно, чтобы наши девочки достигли определенных своих мечтей. Я хочу вернуться 26 лет назад, когда в далеком 1993 году я поступила в Исламский университет имени Хатри Тюмар. Конечно, в то время, после распада Союза, наши родители, наше общество было не готово, что девушка, которая закончила и поступила в Центральный вуз, вдруг решается идти в Исламский институт. Это шокировало моих родителей. В то время, конечно, меня поддержал только папа, но он мне поставил условие. «Джамал, если хочешь учиться в Исламском университете, у меня одно условие. Вы должны параллельно обучаться в любом светском вузе». И в то время я считала, что я обучаюсь для папы в светском вузе. В тот период остался только сельхозный институт, я поступила в экономический факультет. Я считала, что это сделать для папы, чтобы он мне разрешил обучаться в Исламском университете. Я закончила в 2000 году этот аграрный университет экономического факультета. И в 2014 году я защитила кандидатскую по сфере экономики. Но я защищая кандидатскую, я тоже думала, что это я делаю для папы. Потому что у меня папа настаивал. Для него было важно, чтобы я получала светское образование. Я сейчас очень благодарна своему отцу, потому что по его наставлению я получила и светское, и теологическое образование, которое очень важно, чтобы я видела с двух сторон, где я нахожусь, в каком государстве я живу, какими законопроектами мы живем. И я думаю, очень важно и в течение 20 лет мы с моими соратницами всегда выступаем за то, чтобы девочки-клаточки имели образование, чтобы они получали светское образование, чтобы девочки-клаточки не были ни безграмотными, ни образованными, чтобы они выступали, наоборот, мостом между светскостью и религиозностью. И моя мечта, чтобы девочки, особенно уязвимых слоев населения, может быть, в клаточке, чтобы они стремились получить образование, получить высшее образование, чтобы они достигали высоты в науках, чтобы делали открытия, чтобы эти открытия приносили пользу для нашего народа, чтобы эти девочки, может быть, стали политиками, депутатами и продвигали права тех, у кого они не защищены. И я призываю всех родителей, девочек, чтобы они боролись за свои права, чтобы они получали образование, потому что если эти девочки получат образование, если они будут открывать нанотехнологии, я думаю, в этом польза будет не только для девочек, но в этом будет польза для всей страны и для всего мира. Спасибо.